А вот скажите, то, что русские сразу же сделали пытки этих террористов, которых они поймали, причем пытки, которые они сняли, и показали тут же в публичное пространство, и уши отрезали, и заставляли эти уши есть, и ток гениталиям подводили, еще там что-то делали. Какой это эффект, доложь? Чего они хотели добиться, и чего в итоге они добились этим и внутри, и в мире? Ну, я хочу сказать, что вот это все, они к этому и шли очень давно. Про то, что они занимаются пытками, знали все. У меня очень близкий товарищ, который там у них 5 лет отсидел, это Коля Корпюк, которого в 2014 году взяли. И он там до 2019 года сидел по религийному приговору, ему там 22 года дали за терроризм. И он прошел вот этот Владимирский Централ и СИЗО в Чечне, то есть он это все очень хорошо видел. К нему, правда, пытки в том объеме, в котором можно было применить, не применялись, потому что он был публичным человеком, и они пытались вокруг него какие-то танцы с бубнами делать, перевести на свою сторону. Но он это все видел лично, как эти люди проходили через это все. И я лично это все слушал. То есть они всегда этим занимались. Потом мы это все увидели непосредственно, когда они пришли к нам, и тут, что они творили с нашими людьми гражданскими, военными. Но самый такой вопиющий был факт, это когда вот этого парня с украинской фамилией Журавель за уничтожение Библии, Корана, когда в публичном, в СИЗО побил сын Кадырова. И как на это отреагировало и общество, и так называемая правоохранительная система в России. Она никак не отреагировала. Были просто отписки, что произошло, что произошло, это все не соответствует. Ну как, ну здесь видео, человек под защитой вроде как бы закона, и публично его унижать и бить. И все все нормально восприняли. Это был, наверное, один из тех спусковых таких вот крючочков, который выпустил весь пар в российскую действительность, в публичность. И после этого стало понятно, что любое действие против людей, которых еще до суда назначили виноватыми, оно будет просто воспринято, ну если не на урату, то положительно в обществе. И все. И теперь, теперь фактически все эти пытки, все эти вот издевательства, которые раньше как-то, ну там, вот так вот прикрывали глаза, там говорили, ну не-не-не, это не то, это не соответствует, ну давайте проверим. Теперь это все публично. И это всем нравится. К чему это все? А ИГИЛу это тоже нравится? Ну, ИГИЛу это не понравилось, потому что действия были против его членов. Все это говорит только про одно. Россия огромными, масштабными шагами идет не просто к авторитарному государству, а государству такого толка, который вот как в Иране практикует публичные казни. То есть я не исключаю, что после введения, ну, снятия моратория на смертную казнь, которая, кстати, в России не отменена, она просто там моратория, то есть там, ну, просто какое-то там решение, не знаю, там, Госдумы проголосуют и на следующий день всех будут расстреливать. Я думаю, что Россия ведет именно к публичным казням. И это все будет в ихнем обществе очень положительно воспринято. Публичная казнь преступников режима. Почему нет? Виктор Николаевич, вот на днях ФСБ проводило обыски в одном из офисов криптобиржи Берри Бит. И вот сегодня Вадим Денисенко написал, что эта криптобиржа принадлежит Курченко, то есть бывшему смотрящему Януковича, соратнику Януковича, его кошельку, по сути. И вот теперь Вадим Денисенко пишет о том, что так что получается, что Курченко был одним из организаторов этого теракта, и тех, кто в этом участвовал, а может и Янукович, то есть непонятно, какая там компания чем занималась. И тогда о чем идет речь, что ФСБ через них это все тоже курировало каким-то образом? Нет, то, что они находятся под контролем и курируются, и они делятся с кем-то из ФСБ, это даже не обсуждается, потому что когда ФСБ выбивает деньги из бюджета на проведение каких-то антиукраинских вещей, то, понятное дело, что часть этих бюджетных денег остается у самого ФСБ, либо у тех, кто курирует. Это даже не подвергается сомнению. Я думаю, что все идет к тому, что те, на кого можно положить ответственность, уже закончились. Условные визитки Яроша перешли в какое-то другое состояние, теперь надо находить врагов, это, наверное, где-то в таком контексте, как Соловьев постоянно на Монтян кричит, и что я думаю, что Монтян будет одной из тех жертв, которые Россия как бы предоставит. Видите, мы тут всех, кто против нас, даже тех, которые вроде как бы из-за нас, мы их тоже будем притягивать. Предательница, сепаратистка, конечно. Предательница любит. Я думаю, что, скорее всего, что просто они начинают сами себя пожирать. И это тоже, кстати, один из тех моментов, который указывает на прохождение какой-то стадии тоталитарного общества, когда сначала уничтожаются явные враги, потом симпатики, а когда уже более-менее прошла зачистка и нет на кого вроде как бы нападать, начинается уже очистка в своих собственных рядах тех, которые не очень явно помогают или пытаются стоять со стороны. Вот и все. На днях прошло публичное заявление Киевской военной администрации о том, что ДРГ российские активизировались в Киеве, в столице Украины, что нужно быть внимательными, аккуратными. Скажите, пожалуйста, вот такое публичное заявление, о чем оно нам говорит и действительно какая ситуация в этом направлении сейчас? Ну, знаете, я катерически против этого заявления. Я это уже публично заявлял. Что-то они там переборщили со своими этими всеми моментами. У меня только одно объяснение, что они просто хотели взбодрить, наверное, наше общество, которое расслабилось, что мы далеко от фронта, что у нас тут все спокойно. Все-таки поймите, что столица, возможно, какие-то террористические акты. Возможно, не исключаю, но что такое диверсионная группа? Диверсионная группа, разведанная диверсионная группа, это группа, которая должна иметь от 5 до 15 человек, это раз. Во-вторых, они должны иметь на своей одежде элементы, которые указывают на принадлежность к тому или другому воинскому подразделению, для того, чтобы их не принять за террористов. Это, кстати, в законодательстве написано, не просто так. То есть, если вы кого-то берете в плен, и по нему он в гражданской одежде, но с оружием, тогда это бандит и террорист. И он не подбирается наказанию, и к нему не относится, как к комбатанту, который воюет против вас. А если вы хотите, ну, если его берут в плен, и на нем какие-то шевроны, там, опознавательные знаки, что он принадлежит, например, к противнику, тогда это, да, это диверсионная группа, и тогда там к нему применяются все женевские конвенции по этому отношению. Поэтому говорить про диверсионные группы, которые, там, не знаю, с оружием в руках и в российской униформе прорываются в Киев, я бы все-таки немножко приостановил в такую риторику. Я думаю, что это просто было такое предупреждение для граждан, что будьте бдительны, и все. Такой страшной опасности для Киева я не вижу. Опасность есть для Сумской, Черневской области. Там, да, там есть прорывы до 15 километров вглубь территории Украины, есть факты нападения на гражданские объекты, на уничтожение гражданских машин, там, людей. Но Киев... Виктор Николаевич, ну, опасность и для Киева, в том числе, сейчас активизировалась для всей страны с точки зрения того, что Россия массово бомбит опять ракетами и шахедами каждую ночь, каждый день фактически, да, сейчас. Причем конкретно сосредоточилась на объектах, энергетических украинских объектах. И, надо сказать, к сожалению, вот сейчас преуспела в этом, потому что разрушение колоссальное, даже по дамбе попали, по Днепрогэс. Что интересно, вот почему там и посольства разные сейчас опять заявления делают, что не игнорируйте тревоги, ну, для тех своих граждан, которые в Украине проживают, не игнорируйте, бегите бегом в укрытие. А Россия стала применять все больше гиперзвуковые ракеты, которые, ну, понятно, подлетное время очень-очень быстро, в зависимости еще на какую территорию у нас это летит, но даже цирконы свои, которых, я так понимаю, не очень-то и много у них стали применять. О чем это говорит? Почему Путин сейчас это делает? И насколько у него ресурса хватит, опять же, вот даже по гиперзвуковым ракетам? Это как-то связано с тем, что у нас сейчас ПВО могут быть какие-то, ну, с ракетами к ПВО проблемы или что? Нет, они пытаются, во-первых, да, действительно нас истощить в системе ПВО, потому что понимают, что восполнение очень тяжелое. Это раз. Во-вторых, окно возможностей для российской военщины очень ограничено. Буквально месяц-два еще остается до того периода, когда могут появиться и F-16 в украинском небе, и появится дополнительная система ПВО. Правильно говорил президент насчет того, что те патриоты, на которые мы рассчитываем, и те другие системы, они ж не американские. Нам помогают немцы, итальянцы, французы, Норвегия, все. Но система ПВО, кроме как ракеты, ракеты, да, действительно американские, именно система ПВО, они нам не поставляли ни разу. Я задавал вопросы, и люди не всегда понимают. Вот, например, что такое Великобритания? Великобритания – остров. Но если этот остров по карте поместить на территорию Украины, понятно дело, что он там где-то теряется, где-то в центре Украины. Так вот, чтобы понять систему, в Соединенном Королевстве на ее островах развернуто 60 патриотов. Сам патриот – это не просто один патриот, это целый дивизион, который там состоит, то есть пустовых установок еще больше, чем 60. Не знаю, там какой-то… Я смотрел по Тайваню, там по Тайваню тоже около что-то 70 патриотов, там плюс-минус. То есть это огромное количество. И все ставили вопрос, что, ну, поделитесь. Если, ну, я про Великобританию не говорю, но в Соединенных Штатах тоже есть патриоты, которых можно развернуть. А у нас их всего две установки, по-моему, всего-навсего. И то там одна немножко пострадала от ударов. Там несколько этих пусковых установок были уничтожены. Поэтому на этом фоне, понятное дело, что если бы нам подкинули хотя бы десяток, и мы могли бы перекрыть некоторые направления, то возможности России резко уменьшились бы. Поэтому пока есть возможность, они понимают это дело, пока есть возможность, у нас нет Ф-16, у нас нет всех систем ПВО, у нас проблемы с ракетами. Почему не использовать эту систему и не нанести чем больше вреда? Вот и все. Вот самое основное. Все остальное уже ложится там к конву, подготовиться к возможному наступлению. Давайте сейчас об этом спрошу. Потому что все чаще и все больше людей, и там СМИ говорят о том, что вот русские могут в скором времени, к лету начать контрнаступление, активно пойти на Харьков, что они хотят захватить Харьков, окружить. Другие тоже направления называются. Ну, вот буквально на днях Александр Сырский, главнокомандующий украинский, дал большое интервью, первое свое большое интервью в его должности. Он сказал, что да, конечно, они этого хотят, но у них ничего не получится ни с Харьковом, ни с наступлением на Харьков, ни с окружением, ни с тем более с захватом Харькова. А как вы оцениваете, что сейчас происходит вообще на линии фронта, где, на каких участках может быть действительно для нас самая большая опасность? Ну, сейчас везде напряженность. Напряженность не потому, что у них больше сил. У них больше людей, больше вооружения, но где-то критическая такая масса, которая бы могла прорвать эти все фронты, у них не сконцентрирована. Для того, чтобы прорвать, либо использовать свои возможности, России надо действительно сформировать группировку, ну, не знаю, там, все как-то не меньше 300 тысяч. Не меньше. Почему? Потому что специалисты говорят, для того, чтобы взять Харьков, надо полумиллионная группировка. Это для того, чтобы окружить и взять Харьков, вот реально. Для того, чтобы взять Киев, им надо миллионная группировка. Понятное дело, что Россия просто не имеет возможности это где-то взять. Она может взять количество людей, ну, моя оценка была, мобилизационный резерв России 8 миллионов. То есть это те люди, которые они могут где-то там наловить и сконцентрировать в одном направлении. 8 миллионов. Но это, примерно, то же самое, что касается и нас, что нам надо 500 тысяч для того, чтобы... 500 тысяч, не вопрос, можно где-то наловить этих людей там, не мобилизировать, а именно наловить. Так и в России. Но их надо где-то держать, где-то чем-то кормить, во что-то одеть, вооружить, где-то найти технику, бронетехнику. И самое главное, про что мало кто говорит, командиры нужны. Как низшего звена, так и более старшие. А этого нету ничего. Они могут, все, что они сейчас могут, они могут брать 30, 40, 50 тысяч в месяц и затыкать те дыры, которые у них прорываются там. Мы можем просто видеть, мы же видим уничтоженных противников плюс-минус где-то тысяча в день. То есть плюс-минус 30 тысяч в месяц. Но это ориентировочно. Но это же мы видим только тех, которые уничтожены, погибли, имеется в виду. А есть же еще санитарные потери, есть еще там, ну, больные, не знаю, там еще какие-то там калеки. И это все накладывается на вот этот вот мобилизационный резерв. То есть накопление, накопление должно быть в разы больше. Они должны действительно где-то это все сконцентрировать. Мы этого не видим. И надо понимать, что происходило в феврале 22 года. Ситуация была, ну, просто в разы хуже. Мы были слепые, условно слепые. Мы были не всегда морально-психологически готовы. И мы смогли задержать их на главных направлениях. Причем враг был намного сильнее, чем он сейчас есть. И в технике, и в кадровых военных. Поэтому проблемы есть. Их надо понимать. Но для того, чтобы начать наступление, про которое говорил президент, им надо накапливать эти силы уже сейчас. Этого никто не видит. То есть для того, чтобы накопить силы, подготовить их и начать какое-то наступление, им надо хотя бы месяц-полтора. То есть вот если мы сейчас вышли на апрель, ну, вот если за апрель ничего не поменяется, то точно они в мае ничего не начнут. Если не позже. То есть нету просто про что сейчас говорить, потому что нету действий с их стороны. А все остальное – это запугивание, это такая психологическая атака на украинское общество. Вы сказали про май. 9 мая интересное событие планируется. Эрдоган заявил, вернее, об этом написали сейчас американские СМИ, ну, то есть подтверждая эту информацию, визит Эрдогана к Байдену. То есть Эрдоган полетит в Вашингтон, это первый будет визит, потому что до этого он летал к Трампу, к президенту, да, с Байденом впервые. И, конечно, все ждут, что же будет обсуждаться на этом визите. И какой план Эрдоган повезет Байдену по Украине? Какие предложения? Потому что, ну, явно, что тема Украины будет подниматься, и тема войны России против Украины. Возможно, что тема Крыма. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, что после этой встречи может для нас поменяться? И действительно, что там может, о чем там могут говорить? Учитывая, что тема переговоров, Украина, Россия, там Америка, вот все непонятно, там Путин постоянно о каких-то переговорах, она все равно вот постоянно, да, в информационном пространстве так или иначе муссируется. Ну, к сожалению, действительно, хотим мы этого или нет, а это действительно муссируется, и те там консервы, не консервы российские, не знаю, там, какие-то полезные идиоты российские, еще кто-то там за деньги или просто так пытается поднять эту тему на щит и донести до общества, что давайте заканчивать, никому она невыгодна. Понятно, что надо заканчивать, никому она невыгодна. Но когда мы говорим со стеной, которая сказала, что все, мы все сделали, это наша территория, мы никуда вступать не собираемся, хотите переговоры, давайте. То есть нас сейчас пытаются усадить за переговорный стол с монолитной стеной, которая не готова на вообще никакие компромиссы. А компромисс очень простой. Уходите с той территории, которую вы захватили после 22 года, хотя бы, хотя бы. Потом будем общаться. На каком основании, там, не знаю, восстанавливать какие-то возможности по Минску. Ну, президент, кстати, это сказал. Но Путин не готов. Почему? Потому что вся вот эта компания, которая начиналась еще с 2014 года, она была направлена на несколько таких моментов. Во-первых, Крым безоворочно уходит в Россию. И Крым должен быть обеспечен сухопутным коридором, водой и электрикой. Россияне сами, не знаю, выстрелили себе в ногу, уничтожили Каховское водохранилище и уничтожили возможность получения воды из Днепра. То есть, один из этих элементов уже уничтожен. Если мы выйдем на побережье Азовского моря, никакого сухопутного коридора просто невозможно. В Крым на каком основании? То есть, через нашу территорию там. То есть, Крым России без сухопутного коридора не нужен. Электрика, которую они захватили за прорско-атомную, они законным основанием использовать эту электрику не могут. Они не могут ее запустить до сих пор. Потому что, кроме того, что ее надо запустить, еще надо легализировать в мире, что она фактически украдена. Если они только ее запустят, и эта электроэнергия пойдет в систему России, однозначно МАГАТЭ должна на это реагировать, потому что система безопасности этой электростанции, ну, под большим сомнением, они никогда не сервисируют вот эти все протоколы по безопасности, потому что туда не допущены люди, которые имеют допуск по международным стандартам. То есть электростанция тоже не может быть полноценно использована. Остается сухопутный коридор. Ну, если Украина все-таки сменит, сменится ситуация, а то, что она может смениться в 25-м году, про это все говорят. То есть вот эта вот возможность России держаться на таком уровне, на котором она сейчас держится, заканчивается где-то в начале 25-го года. Ну, реально, по экономическим всем показателям. Может быть, в 25-м году? В 25-м году может быть то, анонсированное нами контрнаступление, про которое Путин больше всего боялся в 25-м году. Наше контрнаступление. Это хорошо. Потому что возможности России в бронетехнике, в снарядах, еще в каких-то там вещах, они просто истощаются. Если у нас... Хорошо, Виктор Илья Николаевич, возвращаясь к Эрдогану и Байдену, они о чем-то будут говорить по Украине? Да, будут. Будут. Эрдоган единственный лидер западного мира, условного западного мира, который общается с Путиным. И это тот канал, который есть у Путина. И Путин через Эрдогана будет передавать информацию, что мы там готовы на какие-то уступки, на какие я просто себе представить не могу. Ну, потому что какие могут быть уступки, когда они сами себя загнали в угол, включив в свою конституцию Запорожскую и Херсонскую области? Нет, я не верю ни в какие уступки, я верю только в смену режима. Вот когда Путина там не будет, тогда они отдадут все, что они забрали. Вот. Я к этому веду, что Эрдоган приедет и скажет, что вот мы тут говорили, и они там готовы на что-то хотя бы, на какие-то контакты. А позиция Америки должна быть просто четкая. Нет вопросов, будем договариваться. Но без Путина. Дайте нам кого, с кем можно договариваться. С Путиным договариваться невозможно. Вот и все. И это будет один из тех вариантов, после которого Эрдоган поймет, что он сам не сможет это все перебороть. А ситуация такая. Я, кстати, думаю, что один из вариантов, что Эрдоган будет говорить, там не только касается Украины. Там будет еще один вопрос очень интересный, который вроде как бы не касается нашего разговора, но очень интересный. О возможности в будущем включения в НАТО Азербайджана и Армении. О, интересно. Да, это очень интересный факт. Почему? Потому что с одной стороны за Азербайджан стоит страна НАТО Турция, а за Арменией стоит страна НАТО Франция. И они говорят, что мир на Кавказе будет тогда, когда обе страны будут в НАТО. Это такая же самая ситуация случится, как и была с Грецией и Турцией, когда они одновременно вступили в 54-м году в НАТО. И таким образом противостояние, оно как бы ситуация такая полугорячая все равно остается. Мы же видели по Кипру. И это тоже как бы очень сильный, огромный удар будет по России. Огромнейший, невероятный вообще. Почему? Потому что те возможности, которые Россия использовала по постоянному напряжению в этом регионе, это как раз Армения и Азербайджан. Если они уйдут из этого поля, концентрация внимания с Украины в России будет просто уничтожена. А потом уже пойдет и Грузия. И я почему про это говорю, я не исключаю, что только после этих трех стран, после этих трех стран, возможно будет вступление Украины в НАТО. То есть вы думаете сначала Азербайджан, Армения и Грузия могут вступить в НАТО только потом? Сто процентов. Кстати, у них намного больше вариантов, чем у нас, к сожалению. Но это так, это чисто теоретически. Но мы же готовы к этому вообще. Готовее даже некоторых стран НАТО. Да, но у нас война, и часть территории оккупирована. Но... Но... Но...